В очередной раз ивановцы приняли участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России». По традиции, начиная с 2008 года соревнования проходят в парке Харенка. За время проведения лыжной гонки число участников всегда составляло около полутора тысяч. Вот и на этот раз более 1600 лыжников преодолели дистанции протяженностью от 2 до 10 километров. Такие соревнования, как «Лыжня России», являются самыми массовыми зимними соревнованиями. Каждый год, а это восьмой год, я так понимаю, количество участников становится все больше и больше. Три замечательные парка и просто невозможно зимой в такую прекрасную погоду ни прийти, ни стать участником. Самыми первыми стартовали семьи. По правилам, участвовать в таких забегах можно только в случае, если возраст ребенка не превышает 10 лет. Результат всей семейной команды засчитывается только после того, как финишировал самый юный лыжник. Семья не спортивная, но чувствую, что детям надо развиваться, как-то двигаться и себе тоже. Смотрю, рядом проходит бурная спортивная жизнь. Решили с сыном попробовать и не зря. Просто в диком восторге, такой эмоциональный такой всплеск, и погода великолепная, и настроение прекрасное. Очень жалею, что раньше не пользовался такими праздниками. Вот просто жалею. Погоду благоприятствовала спортсменам. Многие, хотя они получили заветные стутетки, медали наслаждались лыжной прогулкой по зимнему лесу. Лыжняя Россия – это дополнительная возможность научиться кататься на лыжах и поддержать тело в хорошей физической форме. Я решил принять участие, потому что, ну, чтобы родители радовались, что я участвую здесь. И я делаю это не для… ну, только я делаю это для себя, чтобы научиться кататься. Пока одни готовились к старту и волновались, другие уже поднимались на сцену. Первыми почетный пьедестал массовой лыжной гонки «Лыжня России» заняли победители семейного забега. За первое место боролись 25 команд. Золотой кубок и медаль заслуженно получила семья Бубылевых. Любовь Почеренко, Андрей Семьволков, РТВ Иванова.